Это такие автоматы стоят для покупки жетонов на проезде в трамвае. 4 лиры стоит жетончик, собственно говоря. Купюры принимают по 5, 10, 20 и монетки 25, 50 и 1 лир. Проблема с разменом. С утра мы сегодня столкнулись с такой проблемой, что у нас есть 100, в эквиваленте 100 лир купюра, и мы никак не можем ее разменять. Вот такие вот автоматы. То есть все просто. Бросаешь монетку или засовываешь, вот сюда бросаешь монетку, сюда засовываешь денежку, нажимаешь, и вот здесь выезжает у нас жетончик. Все, забираем, бросаем. Вот турникет стоит, вот такой турникет стоит, ты бросаешь, подходишь жетончик и спокойно себе едешь. Это называется Стамбулкарт. Они уже многие слышали, что из себя она представляет. Используя ее, или купив ее, вы с легкостью сможете сэкономить на проезде. Обычная стоимость жетона, я не ожидал, но 4 лиры стоит. Вот рядом стоит аппарат. Там можно купить жетоны, которые стоят 4 лиры. Вот 4 лиры это один проезд. В данном случае, если вы пользуетесь Стамбулкартой, вы экономите как минимум в 2 раза. Первая же поездка уже экономнее выходит в 2 раза. Где-то 2 лиры. 4 лиры, 2 лиры, 2 лиры, 2 большие разницы. С легкостью пополняется карточка. Остаток вы можете увидеть на экране. Остаток вот отображается. А, подожди, другую надо. Вот эту. Вот. И денежку сразу. Тут много ума не надо. Приложили. Все. Все. Пополнила 10 лир. Здесь уже 11. Так, здесь же есть бабло, да? Да. Вот это такие автоматы стоят в Турции для покупки. А вот это такие трамвайчики ходят в Стамбуле. Их по 3-5 вагонов, не больше. Но они ходят с небольшой периодичностью, вернее, с небольшой периодичностью, наверное, минуты 3. Вот мы сейчас едем уже в полдвенадцатого ночи. Да, наверное, потом уже в полдвенадцатого. В полдвенадцатого ночи. Но вот мы уже проехали буквально там, может, 4-5 минут. Ну, прошло уже два транспорта. Ну, то есть, навстречу нам. Людей, ну, понятно, уже немного, потому что все спят. Но все интуитивно понятно. Наверху высвечивается название остановки. Ах, чем ты? Их еще и объявляют. Так что не запутаетесь.